На столе лежат 50 правильно идущих часов. Докажите, что в некоторый момент сумма расстояния от центра стола до концов минутных стрелок окажется больше суммы расстояния от центра стола до центров часов. То есть у нас, у стола будем считать плоскость. На нем есть некоторая точка, два центра. И несколько кругов, точнее, окружности. 50. И по ним с равными угловыми скоростями движутся точки. Это концы минутных стрелок. Ну и вот у всех этих кругов есть центры. Нужно доказать, что в некоторый момент сумма расстояния от центра стола до концов минутных стрелок окажется больше суммы расстояния от центра стола до центров часов. Нарисуйте стрелки. Возьмите и везде нарисуйте соответствующие стрелки. У нас часа одинаковые? Не обязательно. То есть сумма сплошных линий между километров должна оказаться так. Больше, чем пунктивных. Сумма длин. Теперь рассмотрим два момента времени. Когда у нас вот так, ну любой. И через полчаса. Да, и через полчаса. Вот. Значит, у нас вот такие точки. Вот. И, соответственно, обозначим. Ну, по номеру как часы, вот так у нас. Первый, второй, третий, и так далее. Вот это расстояние обозначим за А1, вот это за В1, а пунктивное за М1. И так для каждой точки. Да, и так для каждой точки. А2, В2, М2 и так далее. Вот. Да. Заметим при этом. Да. И возьмем такие моменты времени, чтобы А1 плюс В1 было строго больше, чем 2М1. То есть вообще, если мы берем производный момент, тогда оно у нас больше либо равно. Так и напишите больше или равно. Да, больше либо равно. Но действительно можно такой момент взять, что будет строгое неравенство хотя бы в одном месте. Да. Да, можно и везде, чтобы было строгое. Да, конечно. А, ну, понимаете, неравенство? Как бы неравенство другой. Просто, например, вода у нас будет неравенство. Да, медиана всегда меньше, чем... Да, дальше. А теперь просто сложим все неравенства такого типа. У нас получится АА1 плюс А2 плюс и так далее. АА1 плюс А50 плюс В1 плюс В2 плюс и так далее. Плюс В50 строго больше. Чуть 2 больше М1. На сумму. Плюс М2 плюс А2 плюс А5. Ну, строго больше, потому что хотя бы одно из этих равенств мы взяли строгое. Вот. Ну и все. А теперь просто подводим пополам. И у нас получится следующее. С этой стороны у нас будет стоять сумма расстояния до центров, которые у нас неизменны. Вот. А здесь у нас будет стоять средняя арифметическая сумма от этих расстояний. Но если у нас средняя арифметическая больше некоторого числа, значит, у нас хотя бы одно из этих двух чисел больше этого числа.